Море винограда на полуострове, которое мывают сразу два моря, черное и азовское, уникальная роза ветров, теплый мягкий климат и очень много солнца. Таманские виноградники расположены на одной параллели с французской шампанией, но история у них более древняя, виноделию на этой земле без малого 26 веков. По данным археологов, еще в VI веке до н.э. жители крупнейшей древнегреческой колонии Фоногории выращивали виноград и производили вино. Современные кубанские производители благородного напитка отправной точкой развития отрасли в регионе считают 19 век, когда в Абрау-Дерсо посадили 20 тысяч черенков, привезенных из Франции. Так на Кубани появилась первая шампанская плантация. Сегодня в Краснодарском крае выращивают больше половины всего российского винограда. За последние 10 лет производство вина увеличилось в 6 раз, и каждая вторая бутылка вина, произведенная в России, кубанская. Но это лишь капля в море импорта и контрафакта, заполонившего прилавки российских магазинов. Производство вина – дело сложное. Это и сырьевая база, и технологии, и наличие грамотных специалистов, и, наконец, спрос, связанный с культурой потребления. Все эти условия успеха с трудом пробивают глухую стену административных барьеров. Суровые лицензионные требования, высокие налоги, запрет на производство вина малым предприятиям. В то же время беззащитность от контрафактной продукции, с которой добросовестные виноделы вынуждены сегодня конкурировать. О том, что в отрасли есть серьезные проблемы, а закона о виноградарстве и вине в стране нет, производители говорили на каждой встрече с губернатором края. Александр Ткачев вопрос лоббировал несколько лет, на самом высоком уровне. Мне Ткачев Александр Николаевич передал еще один законопроект, связанный с развитием виноградарства и виноделия. Я уже отдал на экспертизу, уже первую реакцию получил, очень много замечаний по нему. Но все равно я считаю, что тоже важно и тоже нужно делать, и несмотря на эти замечания, будем его так проталкивать для окончательного принятия. 13 июля глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому виноградные, игристые и шампанские вина, произведенные из собственного винограда, считаются сельскохозяйственным продуктом. Ключевое понятие здесь – собственный виноград. На практике это означает увеличение площадей виноградников и разрешение небольшим фермерским хозяйствам, которые раньше только выращивали виноград, теперь заниматься виноделием. Постановление правительства – первый шаг к большому количеству частных виноделин в России. Но нужны будут и другие. О российском вине нужно будет рассказывать, проводить пиар-компании. Сейчас это невозможно из-за ограничений по рекламе. Если к 2015 году база будет готова, то еще через пять лет частное виноделие должно расцвести. Тогда уже можно будет говорить о качественном и недорогом российском вине. Но главное – производители вина из собственного винограда теперь смогут получить доступ к государственным дотациям, которыми пользуются производители мяса, зерна и молока. При знании виноградных вин сельскохозяйственной продукции Александр Ткачев назвал историческим шагом. Впервые на уровне закона поддержаны честные виноделы, кто сам выращивает виноград и производит из него вино. Навсегда уйдут в прошлое странные ограничения, когда закон, собственно, запрещал производить вино там, где же и выращивается виноград. То есть на землях сельхозназначения. Поэтому каждое предприятие приходилось делить на две части – виноградорское хозяйство, винзавод и так далее. Отсюда и двойные налоги, и необходимость возить виноград на переработку и другие проблемы, откровенно, которые душили отрасль. Более того, после признания вина сельхозпродуктом, как это есть во всем мире, виноделы смогут получать государственную поддержку на уровне со всеми аграриями. Но я подчеркиваю только тех, кто сам выращивает лозу и сам делает вино. Ведь только полный цикл производства может обеспечить прибыльность такого хозяйства. Прибыльность фермерских хозяйств изменит ситуацию с занятостью на селе. В условиях конкуренции с крупными производителями, которых сегодня на рынке большинство, небольшие винодельни будут бороться за качество продукции. А значит, повысится культура виноделия. Производить продукцию премиум-класса виногеографического наименования. Появится больше возможностей для субсидирования сельхозпроизводства. Появится здравый смысл во взаимоотношениях между виноградарями и виноделами. Потому что все были искусственно по-живому разделены. Мы доказали, что в России можно делать, высаживать виноградники, получать хорошее вино. Это вино уже признали все европейские эксперты, критики винные, которые пишут, что Россия тоже страна, которая имеет виноделие. Мы понимаем, что этим постановлением мы сегодня, на сегодняшний день, мы только сделали фундамент будущему дому, то есть будущему нашему строительству, для того, чтобы можно было развивать виноградцы России. Частные виноделы уверены, теперь российскую винную карту пополнят авторские вины. Они появятся в ресторанах и магазинах в курортных городах. Кроме того, совершенно новое развитие в крае получит винный туризм. Отечественный производитель сможет занять все ценовые ниши, вплоть до самых дорогих, уверены эксперты. Кубанские виноделы способны конкурировать с зарубежными. Многочисленные награды международных выставок и высокие оценки известных сомелье тому подтверждение. Так что ждать хорошего вина под маркой «Шато Кубань» осталось не так уж и долго.